МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Двухлетний ребенок стал жертвой взрослой самонадеянности. Мать сама назначила сыну антибиотик. В результате мальчик впал в кому. На полигоне Сар-Шаган казахстанские летчики произвели пуски боевых ракет. В рамках проведения совместных учений Боевое содружество 2017 экипажи ВВС выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения. Жители Карагандинской области призывают заниматься предпринимательством. Для этих целей выделяются микрокредиты. Обо всем более подробно. Двухлетний ребенок стал жертвой взрослой самонадеянности. Мать сама назначила сыну антибиотик. В результате мальчик впал в кому. Медики пока не берутся давать прогнозов о его дальнейшем выздоровлении. Двухлетний ребенок впал в кому и находится в реанимации после укола антибиотика. Мать малыша назначила ему препарат без согласования с врачами. Карагандинка купила антибиотик СФ3 и решила полечить им сына. Однако сразу же после первого укола малышу стало плохо. Самостоятельное назначение препарата вызвало затруднение дыхания, а вскоре мальчик перестал дышать. На своей машине родители отвезли ребенка в детскую больницу. Состояние ребенка было, конечно, крайне тяжелое. Он был в состоянии клинической смерти. В течение шести минут наши реаниматологи делали все возможное для того, чтобы возобновить сердечную деятельность. Все это было сделано. Но ребенок находится по-прежнему сейчас у нас, конечно, в состоянии медикаментозного сна дополнительно, но в то же время мы понимаем, что у ребенка есть клиника отека мозга. Пока медики не берутся давать прогнозов о его дальнейшем выздоровлении, ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Ну, все, что необходимо в условиях больницы, в условиях реанимационного отделения, он получает все. Поэтому, естественно, мы надеемся вывести его из этого коматозного состояния. Прогноз серьезный. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, особенно если болен ребенок. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители Карагандинской области призывают заниматься предпринимательством. Для этих целей выделяются микрокредиты. О гарантии банкам предоставляет Фонд развития предпринимательства «Дому». В региональной службе коммуникации рассказали о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Оживить бизнес-климат в моногородах – такова главная задача Фонда развития предпринимательства «Дому». Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства направлена на повышение уровня жизни населения через вовлечение в сферу малого бизнеса. Особенно это касается жителей моногородов. Мало уже остается градообразующих предприятий, поэтому ставка делается на то, чтобы люди с предпринимательской инициативой получили возможность воспользоваться финансовыми ресурсами, и не только финансовыми, но там еще есть огромный блок по обучению, переобучению, не только основам предпринимательства, но и рабочим специальностям, и чтобы у них пробудилось желание начать свой бизнес. Микрокредиты предусмотрены в Караганде и моногородах, таких как Тимиртау, Жасказган, Балхаш, Шахтинск и многие другие. Денежные средства выделяются на инвестиции и на пополнение оборотных средств. Для действующих предпринимателей обязательным условием является создание рабочих мест, а для начинающих – прохождение обучения основам предпринимательства. Наверное, упор будет делаться все-таки на то, чтобы в первый год поддержать действующие предприниматели, стартап-проекты самозанятых, для того, чтобы через них уже, одна из основных задач – это снижение безработицы, чтобы создавались рабочие места. Потому что когда есть определенное непонимание, что деньги будут раздаваться безработными, этого нельзя делать, вы это прекрасно понимаете. На брифинге особо подчеркнули, что предлагаемые микрокредиты – это именно кредиты, которые затем придется возвращать. Не должно восприниматься населением это так, что эти деньги безвозмездные, то есть их и возвращать и не надо. То есть эти деньги возмездные, их нужно возвратить и нужно возвратить правильно и грамотно, но оставив за собой бизнес, который будет работать на тебя, на твое будущее, на твое будущее твоей семьи. Также было отмечено, что в приоритетном порядке микрокредиты выделяются проектом, который соответствует отраслям региональной карты развития, разработанной региональной палатой предпринимателей. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Неофициальная статистика гласит, около сотни казахстанцев отправились участвовать в боевых действиях в странах арабского мира. Такие данные приводит общественная организация Нурлабелем. В этом общественники видят непосредственную угрозу межконфессиональному согласию внутри страны. В 2013 году в Казахстане была принята государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы. Ее реализацию можно оценивать по-разному. Главное, она работает. По данным Верховного муфти Республики Казахстан, Ержан-Кажи, Малгажи и Улы, по республике в исправительных колониях отбывают сроки за экстремистские террористические действия всего 400 человек. Из них примерно 150 все еще придерживаются радикальных взглядов. К этому можно добавить, что в начале 2016 года Генпрокуратура Республики Казахстан объявила уязвимыми в террористическом отношении 16 тысяч объектов. В рамках реализации пунктов концепции, которые приняты у нас, проводятся, как в целом по республике, в частности в Карагандинской области, целенаправленные мероприятия профилактические по предупреждению распространения идеи вероучения, идеологии, ксенофобских, религиозно мотивированных, агрессивных идей. Терроризм и экстремизм не имеют абсолютно никакого отношения к исламу и ни к одной другой традиционной религии. Это самая настоящая провокация, прежде всего, против самих мусульман. А ее отголоски слышны и в Европе, и в нашей стране. Сегодня все страны объединяются в борьбе против международного терроризма. Общественное объединение Нурлобелем проводит целенаправленную работу по профилактике религиозно мотивированного экстремизма и идеи международного терроризма. Значит, у нас мы целенаправленно выделяем два типа аудитории. Первый – это, значит, 99% нашего населения, которые не выполняют религиозные обряды. Но они себя считают верующими, может, и не считают верующими. Но однозначно, как указано в государственной программе, мы должны сформировать в обществе иммунитет против деструктивной идеологии. Только за 2014 год с помощью общественного объединения Нурлы Белим были возвращены в лоно традиционного классического ислама 50 человек. К этой цифре надо прибавить еще как минимум 20 человек, которые отреклись от идей радикализма и терроризма. Но остаются и проблемные вопросы в работе по борьбе с экстремизмом. В первую очередь, институты гражданского общества мало привлекаются к пропагандистской деятельности. Но, как считает Руслан Сыздыков, индикаторные цели, которые определены в государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, будут достигнуты. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руслан Сыздыков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках проведения совместных учений «Боевое Содружество-2017» казахстанские военные летчики выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения. Наша съемочная группа побывала на авиабазе, откуда взлетали боевые самолеты. Стремительный разбег и двухместный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31 взмывает ввысь. Уже через несколько минут полета на полигоне Сары-Шаган экипаж выполнит пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Полетом на боевое применение предшествовала тщательная подготовка и планирование. Особое внимание уделялось подготовке молодых летчиков. Командование Карагандинской авиабазы отмечает, что 90% летного состава – это молодые офицеры, выпускники Актюбинского летного училища. Уровень подготовки достаточно высокий. На всех предыдущих учениях, если мы производили такие же пуски, то это было гораздо в объеме, раза в два, даже в три раза меньше. В этом году мы практически весь стоит на состав молодой, который сейчас летает. Мы их подготовили, и они выполняют полеты на боевое применение как днем, так и ночью. Экипажам истребителей необходимо произвести взлет с аэродрома, выполнить полет по заданному маршруту, выйти на полигон, обнаружить мишень, опознать, произвести пуск ракеты и поразить мишень. Пуски ракет производились как в дневных, так и в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. Некоторые из участников выполняли пуски боевых ракет впервые, особенно в ночное время. Среди них и старший лейтенант Домир Ахмедьянов. Непосредственно взлетая в воздух, самое главное не волноваться, потому что стрельбы с применением боевых ракет – это очень ответственный момент для каждого летчика и для каждого военного. Ну а после пуска, с чувством выполненного долга, можно возвращаться обратно на аэродром, тем более если ты поразил цель. Учения позволяют совершенствовать боевое применение авиационных средств поражения и повысить боеспособность авиации Казахстана в целом. А на будущее карагандинские военные летчики желали бы проводить учения не только с другими родами войск, но и совместно со своими коллегами из соседних стран, к примеру, с российскими военными летчиками. Этот самолет стоит на вооружении только у нас и в России. И вот эти совместные учения, они бы показали, допустим, на полигон, если бы прилетели мы и россияне, и нам поставили одинаковые задачи, и было бы, скажем так, интересно, как нам, так и россиянам уровень подготовки оценить. Не надо сказать, потому что у них возможностей побольше, может быть, как в плане боевых применений, они летают, может быть, чаще. А вот это, скажем так, показало бы реально, на что способны наши летчики на МиГ-31 и на что способны летчики Российской Федерации. В ходе учения используется широкий спектр вооружения, таких как управляемые ракеты класса «Воздух-Воздух» малой, средней и большой дальности, класса «Воздух-Поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра. Командование Карагандинской авиабазы заявляет, что наши летчики успешно справляются с поставленной задачей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В областной детской библиотеке имени Абая для любителей литературы прошел день открытых дверей. Участниками мероприятия стали школьники и студенты колледжа. В этот день можно было не только побывать в библиотеке на экскурсии, но и взять домой полюбившуюся книгу. День открытых дверей в библиотеке имени Абая проводится каждый год. Главная цель – привлечение аудитории и ознакомление читателей с новыми книгами. Всего здесь более 120 тысяч томов. И с каждым годом фонд библиотеки пополняется. Работники отмечают, что в библиотеке можно не только читать интересную литературу, но и становиться участниками различных мероприятий. Мы проводим очень интересные проекты. Вот, например, в этом году запущен проект у нас по программной статье нашего президента Рухани Жангару. 100 интересных, значимых людей Казахстана. И мы в своих встречах знакомим наших детей замечательными и значимыми людьми нашей Казахстанской области. Уже у нас встречи проходили до периода летних каникул. И теперь, с началом учебного года, мы продолжаем этот проект. Сегодняшним посетителям библиотекарей предложили большой выбор книг. Поскольку большинство участников акции были дети, они предпочли фантастический жанр. Некоторые из школьников впервые посетили библиотеку. Они-то и поделились своими впечатлениями. Я увидел много нового, много новых книжек. Мне понравилась книжка «Ужасник-2». Она очень хорошая. И рекомендую всем ее прочитать. Про Бенховена, про ужастиков. Я прихожу часто в библиотеку. Мне нравятся разные книги. Я люблю очень читать Пушкина, Сергея Есенина. Мне очень сильно понравилась эта библиотека. В ней очень красиво. Очень много книг. В программу «Дня открытых дверей» также вошла выставка уникальных и редких книг. Различные игры и викторины. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Первый Карагандинский. 78 участников представил Казахстан на 23-х сурдолимпийских играх, которые прошли в июле в Турции. Казахстанские спортсмены выступили по 9 видам спорта. Карагандинскую область представляли 11 спортсменов по 5 видам спорта. Плавание, тайквондо, карате, легкая атлетика и спортивные ориентирования. С 18 по 20 июля в турецком городе Самсун прошли 23-е сурдолимпийские игры. Всего в соревнованиях приняли участие 97 стран. Казахстан представил делегацию из 78 человек. Карагандинскую область представили 11 спортсменов по 5 видам спорта. Среди них Аян Абдраш стал обладателем золотой медали по тайквондо. Сначала я встречался с россиянином, затем со спортсменом из Китая, Ирана. В финальном поединке я встретился с украинцем и победил его. Я был очень счастлив, когда поднял флаг своей страны. Валентина Антоненко, выступавшая также в тайквондо, заняла третье место. Обладателем бронзовой медали стала и Елена Салмина, мастер спорта международного класса по карате. Деляясь впечатлениями, Елена заявила, что эта бронзовая медаль дороже золота. Это очень серьезные соревнования. Олимпийские игры – это, наверное, мечта любого человека. И, наверное, мне было лет 12, да, Илья Николаевич, когда я приехала с Азиатских игр. И у меня была мечта. Чемпионат Азиадов. И у меня была мечта, и это было даже в заголовках газет, «Мечта Биченкова может осуществиться». Да, да, у меня была фамилия Биченкова, сейчас по мужу я с Азиадовым. И вы знаете, это очень приятное чувство, что мечты сбываются. И привести даже бронзовую медаль – это все равно для меня это медаль. С теми условиями, которые мы тренировались, для меня это, честно, это золотая медаль. А с 25 августа по 2 сентября в германском Гамбурге прошел чемпионат мира по боксу. В общекомандном месте национальная сборная команда Казахстана заняла третье место, завоевав шесть медалей – одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Карагандинскую область на данном чемпионате представлял Аблайхан Жусупов, участник Олимпийских игр в Бразилии. В принципе, хорошо выступили. Думаю, в дальнейшем будем еще больше набирать опыта и еще лучше представлять нашу страну и нашу область в частности. Спасибо руководству, что всегда отправляют тренеров рядом со мной, они всегда есть. Это очень сильно поддерживает во время боев, хорошо подготавливают они нас. В принципе, на данный момент теперь будем отдыхать и готовиться к новому году, к новому циклу. Для 20-летнего Аблайхана этот чемпионат мира стал первым в карьере. Все спортсмены благодарили свои федерации и областные власти за возможность принять участие в столь представительных соревнованиях. И впереди у них новые старты и новые победы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Всемирный боксерский совет презентовал пояс, специально изготовленный для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Стоит отметить, что пояс украшен национальными орнаментами. Половина пояса синего цвета с казахским орнаментом, другая половина красного цвета мексиканским. Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на Т-Мобайл-арене. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по четырем версиям. В Казахстане бои в прямом эфире покажут республиканские телеканалы. Во времени остальные поединок состоится утром 17 сентября. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Голгстар. Редактор субтитров А.Семкин